Продолжение следует... Это возможность уйти от стандартной и рутинной работы, найти новые модели, механизмы и решения, построить совершенно новый ВУЗ с новыми характеристиками, который будет решать серьезные задачи, меняющие мир, страну и регион. В 2020-м Крымский федеральный университет стал участником программы, выиграв базовую и специальную части. Главные направления работы ВУЗа – медицина и санаторно-курортная реабилитация, сельское хозяйство и культурное наполнение региона, цифровизация и искусственный интеллект. За год университет полностью реализовал 9 проектов. Научно-клинический центр технологии здоровья и реабилитации направлен на реабилитацию, восстановление и поддержание здоровья. Пилотным этапом развития центра стало создание отделения восстановительного лечения «Центр Бубновского». Это авторская система восстановления здоровья на основе кинезотерапии с применением специально разработанных декомпрессионных упражнений на авторских тренажерах. Научно-исследовательский кластер центра представлен двумя лабораториями. Лабораторией спортивной адаптологии и энергетического метаболизма, а также лабораторией адаптивного биоуправления и нейрореабилитации. Здесь занимаются углубленным медицинским обследованием и научным сопровождением тренировочного процесса квалифицированных спортсменов. А еще разрабатывают инновационные программы нейрореабилитации пациентов с нарушением моторных и речевых функций, основанных на применении интерфейса мозг-компьютер и принципа биологической обратной связи. Ученые Крымского федерального разработали электронный сервис для санаториев, который позволяет автоматизировать работу учреждения и повысить комфортность предоставления услуг для гостей. Сервис включает три части – админпанель, сервер и приложение. С их помощью администрация санатория мониторит работу кабинетов и собирает статистику. Сотрудники регистрируют услуги по NFC-картам, а гости имеют личный кабинет с расписанием процедур, доступом к актуальному меню, афиши мероприятий и возможностью забронировать номер. Отдельная часть системы – искусственный интеллект. Нейронная сеть работает в виде рекомендательной системы по подбору процедур и лечения. Ученые Крымского федерального университета разрабатывают максимально тонкую и долговечную синюю OLED-пленку для дисплеев и в перспективе для солнечных батарей. Химики смогли получить отечественные люминофоры, конкурирующие по показателям эффективности с зарубежными аналогами. Специалисты создали опытные образцы OLED-пленок, а в настоящий момент ведут поиск технологичных партнеров для реализации их производства в промышленном масштабе. Ученые Крымского федерального разработали стратификационную камеру для прививки винограда. Модуль вмещает 4300 саженцев. Его основные преимущества – многоярусность и мобильность. Камера оснащена системами линейного освещения, водоснабжения, вентиляции и измерительными приборами. Всеми параметрами можно управлять вручную и технически. Крымский федеральный университет создал научный спелеопалеонтологический комплекс на базе пещеры Таврида. Объект стал успешным примером интеграции университетской науки и реального сектора экономики. Летом ВУЗ открыл туристический маршрут по пещере протяженностью почти 500 метров. За 4 месяца ее посетили более 40 тысяч жителей и гостей Крыма. В это же время здесь продолжается научная работа. На данный момент специалисты исследовали чуть больше 2000 метров пещеры. Крымский федеральный университет открыл региональную лигу крикета. Цель проекта – повышение имиджа КФУ в России и за рубежом путем привлечения иностранных студентов. Для реализации проекта приобретено специальное оборудование и материалы. В этом году ВУЗ провел чемпионат России по крикету среди 12 команд и сформировал сборную, которая сможет представлять Крым на национальных и международных соревнованиях. Крымский федеральный организовал лофт-пространство для студентов и преподавателей в медицинской академии. Это место, где студенты могут отдохнуть, поработать над своими проектами или заняться учебой. Лофт-пространство откроется в январе, но уже доступно для посещения и пользуется популярностью среди студентов. Проект «Большая перемена» направлен на создание элементов образовательной среды для привлечения студентов из других объектов Российской Федерации. Он способствует вовлечению молодежи в социально значимые проекты, формированию у них высокого патриотического сознания, уважения к традициям старшего поколения и отечественной науки, популяризации образования и здорового образа жизни. Его основная задача – представительство университета на федеральных и субъектовых профориентационных мероприятиях для привлечения талантливой молодежи и обеспечения лидерства в области молодежной политики, в том числе в новых субъектах России. В Крымском федеральном университете открыли СММ-агентство. Цель проекта – продвижение продуктов и услуг университета и сторонних организаций. А основными задачами являются разработка рекламных, маркетинговых и пиар-стратегий, а также систем визуальной идентификации, создание видеоконтента, разработку дизайна, публикаций и полное сопровождение проектов. Сроки реализации еще нескольких проектов продлены на следующий год. Крымский федеральный продолжает строительство комплекса по производству посадочного материала винограда. Площадь объекта составляет более 800 квадратных метров. Комплекс позволит проводить до миллиона прививок в год. Он будет оснащен современным оборудованием, в том числе разработанным специалистами ВУЗа. Запустить его планируется в феврале. Ученые Крымского федерального университета разрабатывают автоматизированную линию для прививки виноградных черенков. Она будет оснащена двумя конвейерными лентами, дельта-роботом и системой компьютерного зрения, что позволит повысить производительность отрасли. Запуск автоматизированной линии ускорит прививку растений в несколько раз. В КФУ создан Центр компетенции робот-ассистированных вмешательств. Здесь ординаторов обучают новым хирургическим методикам. Робот-ассистент позволяет обеспечить высокотехнологичную помощь пациентам и помогает врачам на долгих операциях. Специалисты ВУЗа расширили его возможности. Теперь робота используют не только для лапароскопических операций, но и для операций одного доступа. Субтитры создавал DimaTorzok